Наш консультант первым делом предупреждает, если вы стали обладателем саженца сосны, то действовать вам придется оперативно. Те растения, которые бесплатно раздавались на площади революции, имеют открытую корневую систему. Поэтому либо сразу высаживайте, либо окуните корни в глиняную болтушку, чтобы уберечь от иссушения. И пусть вас не обманывает зеленый и здоровый вид надземной части. Смотреть нужно в корень. Вроде бы надземная часть зеленая, она гнется еще, но это не показатель. То есть опять нужно обращать внимание на корневую систему. Чем она мощнее, тем лучше растение будет адаптироваться. И ее защищенность, конечно, то есть это должна быть хотя бы глиняная болтушка, чтобы не было испарения у корневой системы большой. В лесу или в питомнике вокруг корневой системы растений формируется своеобразная защитная среда. Это грибы, которые помогают корням развиваться. Лишившись защиты, растения, конечно, чувствуют себя некомфортно. А если еще имеется такой фактор, как иссушение корней, то деревце вообще может погибнуть. Наша задача помочь растению. Перед высадкой саженцы необходимо подготовить. Я бы рекомендовал их, конечно, предварительно подготовить. То есть для этих целей в розничных сетях продаются фитоспорин, гумат натрия и другие стимуляторы корнеобразования, которые можно использовать, они просто поможут дереву адаптироваться в новых условиях. При высадке сосны необходимо учитывать некоторые тонкости. Это фактор коммуникации, да, то есть это там проходит там какие-то канализационные части или кабель какой-то под этой посадкой. Это первое. Второе. Для того, чтобы дерево в первый год начало адаптироваться, чтобы корневая система начала развиваться, надо подготовить хорошую посадочную яму. То есть если опять будет проведена посадка под штык, корневая система просто не сможет освоить то место, в которое вы его как бы поместите. Вот поэтому посадочная яма, ну, 40 на 40, это минимальная для 2-3-летнего саженца, которые там, ну, до 5 лет, можно сказать, которые там предлагаются. И нужно будет обеспечить регулярный полив. Корневая система слабая, она поврежденная, вот, брать полностью растворы и воду она хорошо не может. Поэтому если еще установится засуха, то это 99%, что фактически все ваши усилия будут, ну, на нет сведены. Хороший полив и притянение от солнца с южной стороны после посадки. Это нужно учесть обязательно. Но не запечатывайте молодые посадки наглухо. С южной стороны прикройте укрывным материалом или плотной бумагой. А по бокам оставьте отверстие для доступа воздуха. Подумайте о будущем, высаживая сосну. Знайте, что со временем ваш малыш превратится в мощное дерево. Вообще, как у всех деревьев, оно цикличные темпы роста. То есть до 15-20 летнего возраста приросты не такие активные. Они могут по 15-20 сантиметров быть. Вот. То есть за эти годы как бы дерево наращивает высоту. К 30 годам останавливается рост, и дерево идет вширь. Поэтому прирост и высоту прекращаются фактически, и оно развивается немного по другому плану. Вот. Поэтому эти моменты изменения тоже надо садоводам учесть перед посадкой. То, что вначале будет узкая крона яйцевидная, а потом это широкий будет какой-то овал, там, ну, зависит индивидуально от участка. Продолжение следует... Продолжение следует...